Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Серафим Шабок-Спанский. Я являюсь техническим директором компании TegroTec, дистрибьютора в сфере интерактивного оборудования и решений для Digital Sign. Тема сегодняшнего нашего вебинара – это решения для Digital Sign насчет компании TegroTec. Это мультимедиа-плееры SEDAW. У компании есть целая линейка продукции, и это не только плееры, и я чуть позже расскажу о тех аксессуарах и дополнительных продукциях, которые тоже можно применить в сфере Digital Sign. В целом, что такое мультимедиа-плееры SEDAW? Это целая база для создания информационных зон, интерактивных витрин, вывесок, рекламы. И эта линейка продукции отличается тем, что она работает через облачный сервис. Есть версии, которые работают и по локальной сети. Облачный сервис – они обладают широким функционалом, но один из таких ключевых моментов для начинающих пользователей. Решение в сфере Digital Sign – это наличие готовых макетов и простой интерфейс для управления. Плееры основаны на Windows IOT. Это позволяет использовать какой-то дополнительный прикладной ПО для решения нестандартных задач. И также это все-таки уже Enterprise уровень, так как Windows IOT – это по сути урезанная специальная версия Windows Enterprise. И это позволяет гибко настраивать плеер для задач в случае интеграции с большим количеством плееров, необходимости централизованного обновления и так далее. Опять же, наличие Windows-платформы позволяет нам, в принципе, никак нас не ограничивать в выборе форматов изображений, видео, аудио. И это, опять же, БХ-плюс по сравнению с другими системами. Опять же, мы можем подключать отображения потоков с IPTV или IP-камер и использовать их в своих каких-то презентациях, макетах и так далее. Старшая версия обладает возможность изменения по расписанию отображения макетов, поддержкой сенсорной функции. И этого я чуть больше, чуть дальше еще также коснусь. Со старшей моделем у нас в комплекте поставляется также ПО для редактирования макетов и позволяет конечному пользователю уже проявить всю свою фантазию для создания какого-то своего уникального контента в соответствии с какими-то мероприятиями, событиями, которые происходят в новом учреждении. Опять же, в чем особенности и преимущества? В линейке продукции CEDAO есть плееры как начальном уровне для заказчиков, которые не хотят тратить большое количество времени, большое количество средств на интеграцию, долгую настройку. И, опять же, для этого есть решение CEDAO, которое позволяет очень быстро настроить, установить плеер и начать работу буквально через пару часов просто изучение интерфейса облачного сервиса. Применение облачных технологий – это, в принципе, это будущее для этих решений, позволяет отрезать нас от управляющего какого-то сервера, ПК, управлять презентациями, их сменой с любого планшета, даже со смартфона. И это также, в принципе, упрощает конечному пользователю потом обслуживание и работу с нашей продукцией. Плееры старшей версии, плеера CEDAO поддерживают использование сенсорных панелей, интерактивных панелей, использование сенсорных функций для того, чтобы сделать наш контент интерактивным. И это позволяет одновременно упростить создание такого контента и одновременно позволяет уже клиентам, зрителям выбирать то, что они хотят смотреть. При этом мы можем использовать веб-технологии для, по сути, аналитики того, что интересно пользователям, что, как, куда они там чаще кликают, если какие-то используются опросы, голосования. То есть поддержка веб-функций, она также позволяет расширить функции решения CEDAO. Готовые шаблоны макетов, и это более 50 шаблонов, позволяющие, в принципе, пользователю быстро начать работу, не думать о дизайне, загрузить туда только изображение логотипа, несколько изображений, слайд-шоу, каких-то мероприятий, событий, добавить текст, и это уже будет работать. И, в принципе, это позволяет очень быстро поставить и внедрить решение. Плееры через облачный сервис мы можем управлять и их можем группировать в группы по какой-то логической функции, там либо это магазин один, либо это, скажем, в кафе, это зона меню, зона информирования клиентов в зале, и группировать и одним кликом, одним перетаскиванием шаблона презентации на группу плееров активировать обновление контента на плеере. Опять же, поддержка Windows-платформ позволяет использовать какой-то прикладной ПО и дополнительные какие-то функционалы, он, в принципе, неограничен, можно его расширять за счет, опять же, ПО, каких-то скриптов, и, в принципе, можно использовать и досторонние сервисы для интеграции, взаимодействия в макете и взаимодействия пользователя с макетом. В принципе, куда мы наиболее рекомендуем установку плееров всегда? Это, в первую очередь, образовательные учреждения, школы, колледжи, институты, университеты. Сейчас, в принципе, наблюдается такой тренд, и это уже влияет, в принципе, многим. Технологии позволяют многим таким, в принципе, немножко образовательным учреждениям, которые, в принципе, они находятся немножко не в авангарде, естественно, всех технологий, но технологии позволяют им уже быть в нашем современном состоянии и добавлять уже интерактивные функции, в принципе, современной методики информирования клиентов о том, что происходит в учреждении. Это, в первую очередь, повышение лояльности к учащимся, к клиентам, к, в принципе, родителям, школьникам, например. И это повышение имиджа, в принципе, заведения. Также плееры хорошо себя запомендовали в административных зданиях органов власти. Как мы знаем, не всегда есть выделены специалисты, которые могут потратить большое количество времени для администрирования всех этих систем. И, как и в школах, хочется максимально снизить нагрузку на технике персонала этих заведений. Решение на базе плеера Седал позволяет это успешно сделать. Естественно, вижу эту самочность, в первую очередь, как бы и традиционные магазины, кафе, демонстрационные залы. И в них, естественно, все возможно применять плееры с любыми макетами. И функционал здесь, по сути, ограничен только желаниями заказчика. Достаточно удобно использовать плееры Седал в местах проведения массовых мероприятий. Это какие-то концертные залы, места для проведения семинаров, тренингов, площадки, конференц-залов, конференц-коких-то пространств. И сейчас это очень популярное достаточно направление в крупных городах. То есть бизнес-центр они, в принципе, сдают в аренду в своей площади. И для того, чтобы оперативно проинформировать посетителей, которых могут быть сотни, тысячи человек в неделю, о том, что где проходит, какие мероприятия. И опять же снизить нагрузку на персонал, который всем этим управляет. И изменяет эти расписания и прочее. Все это позволяет достаточно оперативно и качественно информировать зрителей. Возможно применение плееров Седал также на общественном транспорте. И, в принципе, это тоже один из кейсов применения. Это реклама. В первую очередь реклама. Также это какие-то социально значимые информирования, предупреждения каких-то проблем, каких-то закрытий дорог, изменения их расписания маршрутов, транспорта и так далее. В принципе, здесь, опять же, ничем не ограничено применение. В бизнес-центрах и в лифты, в общественных зданиях. Опять же, это информирование клиентов, арендаторов, каких-то изменений, каких-то интересных событий, которые хочется оперативно и интересно вынести. То есть построение с какой-то просто пассивной листом бумаги, каким-то баннером. Естественно, меняющееся изображение на экране, оно привлекает внимание, человек автоматически привлекается этим. И он обращает внимание, и он у командателя, чтобы его обратили внимание на его рекламу, потенциальные покупатели. Естественно, это будет наиболее эффективно работать, если у нас применяются современные мультимедийные технологии. В том числе со звуком, с видео, с различными спецэффектами, смельных слайдов и так далее. Такая немножко, еще не разведанная такая сфера, это не может быть, а это тоже ближайшее будущее, и в наших условиях уже формируется постепенная инфраструктура в виде качественных современных живых домов, где есть и качественные, успешные управляющие компании, которые применяют современные средства, эстетически приятные. Это управляющая компания живых домов, и многие компании, они хотят повысить эффективность информирования. Если активное участие управляющая компания принимает в общественной жизни дома, опять же, это очень интересный кейс для информирования жильцов. По сути, повышение престижности дома, его имиджа, и это очень такой интересный, в принципе, перспективный, я считаю, путь для застройщиков, для компаний, которые управляют живыми домами. Какие задачи, мы коснулись немножко тренда в создании информационных зон в серии образования. Немножко подробнее расскажу, так как это тоже, опять же, достаточно виденый тренд, и мы получаем достаточно много запросов на оформление входных групп, каких-то полок, где люди некоторое время приходится подождать, или это зона, где столовая какая-то, и люди просто по сторонам стоят, смотрят, и хочется как-то заведению проинформировать их и как-то донести свои какие-то новости, какие-то идеи, прочие приглашения на мероприятия и так далее. То есть это, по сути, это все информационная зона, все это решает, то есть она вовлекает учащихся посетителей в процесс жизни образования, тем самым она повышает лояльность опять же, клиентов, учащихся в заведении и тех, кто, собственно, его посещает. Есть решения, которые позволяют оперативно информировать, то есть буквально несколько кликов через облачный сервис мы можем распространить на все экраны или какую-то группу экранов какое-то экстренное сообщение, если какое-то происходит ЧП, то есть это, опять же, тоже возможно, или если нужно, в принципе, на какой-то период добавить оповещение или изменить макет какой-то другой информации, это, опять же, возможно через облачный сервис или через интерфейс плеера. По сути, опять же, эффективность рекламной кампании, мы уже об этом говорили, что это, естественно, повышение качества контента и повышение качества его доставки конечному зрителю. То есть, мы, в принципе, это уже увидели. Один из ключевых моментов это снижение затрат на обслуживание стендов и решение СИДАУ, особенно на базе облачного сервиса, позволяет минимально торгаться существующую инфраструктуру, заведения, школы и так далее. И, в принципе, для решения на базе облачного сервиса не нужен только доступ в интернет, который может быть обеспечен любыми техническими средствами. Если у нас выбирает решение на базе для локальной сети, на базе плеера Provo 3, опять же, достаточно простая, простое развертывание в локальной сети, и мы предлагаем всю необходимую документацию для того, чтобы системные администраторы быстро это внедрили и не тратили, по сути, свои ресурсы на обслуживание системы. И все вот это, все в итоге, это решение для того, чтобы улучшить теннидж заведения, улучшить теннидж тех услуг, которые оно предоставляет и позволяет, по сути, повысить качество и оптимизировать расходы заведения на, по сути, свою рекламу среди их клиентов. Здесь пример конфигурации, который мы предлагаем нашим клиентам, заказчикам, партнерам. Это достаточно такой типовой конкретно оборудование, потому что сейчас идет направление, что все хотят из готового решения, по сути, чтобы это было все включено, все из коротки. И в нашем случае оптимальное решение это плеер, который создал ProV3 на лан-верси, как наиболее независимое для некоторых заказчиков. Это ключевое требование к системе. Аттрактивная панель, например, Closer Touch Plus 75 дюймов в диагональ. И поддержка всеми плеерами разрешением 4К позволяет сделать картинки красочными, текст четким и, опять же, уместить просто гораздо больше информации на одной странице макета. Возможность воспроизведения качественных видео. Это все повышает зрелищность и в итоге усиливает эффект от рекламной кампании или от того контента, который демонстрируется. Опять же, применение в данном случае панели Closer Touch, обладающей сенсорными функциями, позволяет использовать сенсорные функции и интерактивные функции макета. Пользователь может спокойно переключать макеты страницами или можно открыть веб-страницу как браузеры с порталом заведения. И человек сможет в безопасном режиме можно идти на какие-то посторонние сайты, по сути, взаимодействовать с сайтом и получать оттуда необходимую информацию. Это позволяет нам избежать дублирования информации и необходимости ее публиковать и в плеер, и на сайт одновременно. И, ну, дополняет, естественно, крепление для панели, для плеера, настенные крепления DTEK, достаточно компактное и оптимальное решение для... Чуть дальше пройдемся, в принципе, как взаимодействие, в данном случае у нас плеер и пользователь и интерактивная панель. Здесь, в принципе, показано, что у нас интерактивная панель, на ней уже шаблон макета. Плеер, по сути, это устройство видеосигнала, подключается через VGA, HDMI, выход к устройству отображения, может быть, проектор, контроллер, видеостиль, чего угодно, для того, чтобы поддерживать видеоинтерфейсы. Пользователь подключается к плееру в случае локальной версии напрямую через локальную сеть и изменяет презентацию и контент. Дополнительный плеер поставляется в серии ProV3, ПО, который позволяет изменять мотив и, соответственно, не загружать в плеер. Если у нас пользователи используют областный сервис, он просто логинится в личный кабинет, обновляет весь контент и через интернет плеер получает актуальную версию и уже ее отображает на устройстве на каком-то дисплее. Можно подключить какие-то дополнительные устройства, то есть помимо стандарта на выполнение контента, чуть попозже я коснусь этого, мы можем подключить какие-то нестандартные ПО, которые будут вводить, скажем, качество климата в школе или какое-то заведение, радиационный фон, то есть данные с физических датчиков, и это, опять же, можно, в принципе, также повысить лояльность клиенту, что мы заботимся о вентиляции, мы заботимся о том, как вы себя чувствуете в наших помещениях и прочее, то есть это такая фишечка, которую тоже можно реализовать. И, по сути, будет отдельный биджет на экране, который будет показывать качество воздуха. Это просто один из вариантов, десятков вариантов каких-то дополнительных функций, которые можно расширить в плеер. И для администратора, по сути, все гораздо упрощается с задачей взаимодействия. Мы один раз создаем шаблон, макет на основе шаблона, и в этот макет мы загружаем наш контент, это фотографии, какие-то текстовые данные, просто обновляем, ну, в зависимости от течения времени, каких-то происходящих событий. И, по сути, ну, плеер уже дальше все это компонует, занимается там уже оформлением, прокруткой текста, какими-то эффектами и прочее. То есть можно импортировать PDF-файл, то есть если уже готов был какой-то пресс-релиз с новостями, мы можем оптимизировать файл так, чтобы его можно было и рассылать по почте, и одновременно отображать на плеере, чтобы это все адекватно смотрелось. Можно взять, скажем, отображать веб-страницу, из нее вырезать кусок, именно ту зону, которая нам нужна. Мы таким образом можем с любого информационного сайта вырезать кусочек с кропками, с курсами валют, вставить это, и абсолютно не нужно никакого программирования, никаких скриптов. Просто добавляется блок, задаются его размеры, источник информации, и все. То есть в этом плане взаимодействие с какими-то внешними сервисами упрощается во много раз. И здесь посмотрю, может, какие-то уже есть вопросы. Есть ли возможность выводить и оперативно вносить изменения у списания занятий? Да, по сути, оперативность позволяет. То есть мы можем редактировать текст, который отображается, и одной кнопкой он будет обновлен уже на плеере. Если у вас используется какой-то внешний документ, там, Excel-файл или PDF, мы просто через этот файл можем добавить данные. Есть у компании Sedal, есть QuickChange Pro, это специальное про, которое позволяет работать именно с календарями Google, с Excel-файлами, то есть именно быстро комбинировать расписание на основе каких-то других документов. И перейдем к линейке плееров, модель Муряду. В принципе, один из плюсов, опять же, решения Sedal, это не какая-то раздутая линейка оборудования, где там десятки каких-то приборов, коммерторов, еще чего-то. Здесь достаточно просто для выбора, и одновременно все плееры, они достаточно обладают всеми необходимыми функциями. Начнем с плеера начального уровня. Это плеер PIP-MK2. Это очень компактное устройство, которое позволяет просто устретаться телевизором, монитором. И он работает только с облачной сервисом, это его отличительная особенность. Ему нужно только подключение к интернету, проводной, беспроводной, через Wi-Fi, без разницы. И через PIN-код мы подключаем экран уже, устройство отображения, целую сону к нашему личному кабинету. И мы можем там, собственно, уже его добавлять и на него публиковать какой-то контент. HDMI-выход DisplayPort позволяет использовать там любые современные мониторы. И это очень компактное устройство, и, опять же, наличие USB-портов позволяет подключить какое-то внешнее оборудование. И, опять же, оно на базе Windows-средств, что позволяет нам быть неограниченным в каких-то кодеках, форматах файлов и так далее. Старшая линейка плееров – это плееры ProV3. ProV3, они выглядят, в принципе, идентично. Я вам показываю, какой он в жизни. То есть это достаточно небольшая коробка. Но при этом это металлический корпус, это решение промышленного уровня. То есть это специально подготовленная механизмская плата и начинка для того, чтобы работать где-то там спрятанным с ревизором, без какого-то внимания пользователя вообще. То есть это, опять же, решение оснащено знаком-пенсингом для защиты от краж. Все необходимые порты USB 2.0, 3.0, ком-порты, если нам нужно какой-то нестандартный уровень подключить. Аудиовыход аналоговый, я же думаю, если у вас уже какое-то есть устройство отображения, ранее купленное, мы можем все это использовать без проблем. Твастилы интерфейсы для некоторых задач, для подключения каких-то датчиков или для разграничения функционала, опять же, мы можем применять. В комплекте идет Wi-Fi-адаптер, который позволяет выключать без правонной сети и, опять же, снизить количество затрат на прокладку в локальной сети. Эти плееры – это, по сути, старшая линейка, которая обладает полноценным функционалом. В комплекте идет для реализирования макетов. Мы можем задавать расписание смены макетов, то есть абсолютно менять оформление экрана, заменять какие-то там, добавлять кнопки сенсорные, еще что-то есть у нас сенсорная панель. Мы можем управить питанием плеера, задавать его в расписании включения и выключения для экономии электроэнергии вечером. Опять же, если экран поддерживает, автоматическое выключение будет сам выключаться. Есть у нас профессиональная панель, которая позволяет внешнее управление, требует внешнего управления через порт, раз, два, три, два, у нас же эти порты есть, мы можем управлять какими-то внешними устройствами. И, по сути, эта старшая версия обладает всеми теми функциями, которые пика, но это уже решение, которое готово для более сложных задач и более требовательных каких-то ресурсов. Здесь уже более мощный процессор, по сравнению с Intel Atom версией Пика. То есть мы, в принципе, можем новые видеофайлы проигрывать со звуком, то есть есть вывод звука через HDMI, через аналоговый выход, на какую-то внешнеакустическую систему. И это решение, в принципе, у нас основное для предложений, опять же, образовательных учреждений, для тех учреждений, где есть, в принципе, технические специалисты. Там, где не предполагается наличие отдельного человека, который бы как-то управлял бакантелем. Мы рекомендуем версию Пика, так как она работает через облачный сервис, и там, в принципе, не нужно каких-то особых знаний. Еще немножко вопросов. Можно ли размещать облачный сервис в своем облаке или покупается сервис у вендоров? В данном случае сервис покупается у вендоров. Мы ведем переговоры на переносе на наши серверные мощности сервиса SedaoLift. Я думаю, что это, в принципе, не за горами, но пока мы арендуем. То есть арендуется дополнительное место для хранения контента. То есть, по сути, это работает так. Все функции там. Можно докупить дополнительные функции, там, в виде расписания для Пика версии. Но, в основном, идея то, что мы хотим гигабайт, мы именно арендуем гигабайт этого места. Базовое количество пространства, там, порядка 100 мегабайт, его хватает для большинства задач, каких-то простых целей отображения информации. По поводу всех вопросов о цене, обращайтесь к нашему отделу продаж, компанией TegroTec, сайт TegroTec.ru, телефон 7-812-640-3016. Мы проконсультируем вас, и наши специалисты проконсультируют по тому решению, которое нужно именно вам, и проберут дополнительное возможное оборудование, которое вам может понадобиться для монтажа и создания вашего решения. Можно ли осуществлять централизованный мониторинг состояния плееров. Облачная версия позволяет получить скриншот экрана подключенного плеера, то есть мы можем видеть, а что действительно отображается на плеере. Мы видим его в статус, в сети, не в сети, можем его дистанционно перезагрузить, посмотреть его состояние. То есть, по сути, это такой мониторинг каждого плеера по отдельности, группы. То есть, эта функция присутствует. Модуль сопровождения. В данный момент это не стоит целевой задачей. В принципе, возможна разработка на заказ, если какие-то есть конкретные задачи, но это пока не стоит в дорожной карте разработки плеера. Сейчас идет активная разработка для повышения удобства работы с онлайн-сервисом. И, по сути, следующая версия, локальная версия, она будет содержать в себе веб-сервер встроенный, по сути, копией sedal-leaf.com. То есть, все функции sedal-leaf, они, по сути, будут доступны и в локальной сети, через собственный локальный сервер. Это будущее и, возможно, для кого-то это станет альтернативой хостинга сервиса sedal-leaf именно на территории России. То есть, по сути, такой же функционал, но с замкнутой локальной сети. И перейдем дальше. В принципе, опять же, вот еще один вариант преимущества готового типового комплекта. И почему мы предлагаем именно в таком наборе. Опять же, ванда устойчивый, особенно актуальный для образовательных учреждений. Это интерактивная панель с металлическим корпусом, коленом стеклом полученном 4 мм. И, опять же, все лицензии на все ПО, они бессрочные. И один такой интересный момент, что для тех наших клиентов, которые уже приобрели возможные интерактивные панели и Clevertouch, скоро будет обновление и будет добавлена функция Clever Message в ПО Android модуля панели. И это позволяет в будущем интегрировать сервис Седаолив с интерактивными панелями. Такого решения пока еще нет на рынке. И это позволяет, опять же, для оперативной информирования, для использования интерактивной панели в качестве устройства отображения для Седаолив. И, в принципе, я думаю, что скоро мы уже расскажем о том, как работает Clever Message в связке с Седаолив именно на интерактивных панелях. Я думаю, что мы уже буквально в следующем вебинаре в интерактивных панелях мы об этом расскажем. Дальше я расскажу о том, как выглядит облачный интерфейс, какие его, опять же, функции, как это все выглядит вжилую. Готовы ли вы, в принципе, готовы ли вы, заказчики решений, конечно, заказчики-пользователи сферы диджи-тусаныч к работе исключительно через облачный сервис? Не пугаются ли они? Опять же, хочу сказать, что если по какой-то причине у нас пропал интернет-сигнал на интернет-связь с Седаолив-сервисом Седаолив, плеер, он продолжает проигрывать то, что уже было загружено. То есть он не использует его как для какого-то стриминга, для получения потока. Опять же, загружается контент, отображается, где следующее обновление контента. Какое-то API для инфекциониста выбора внутренних шаблов на страниц, управление с произведением. Сейчас идет разработка именно API для управления через локальную сеть. В принципе, возможна разработка для смены контента, именно смены страниц через прикладную ПО. То есть это, опять же, кастомное решение, которое возможно к разработке. И опять же, управление через API-профилл или через Компорт. Готовы только коммерческие заказчики? Да, в принципе, наблюдается такая особенность, хотя в нашей практике есть случаи, когда и государственные структуры, они берут себе плейер-соблачные версии, доверяя сервису, естественно, по сути, полагаясь на то, что все данные, естественно, не шифруются в процессе передачи, используются проверенные облачные сервисы, которые достаточно стабильны для работы. И, в принципе, конечно, гибкость коммерческого заказчика в данном случае плюс. Интересно, есть ли возможность ответить, может быть, кто-то имеет опыт с заказчиком, который не готовы работать только через облачный сервис, чего они опасаются, чего им не хватает, возможно, в существующих решениях, работающих через облачный сервис. Это было бы интересно узнать и, возможно, обсудить. Перейдем к нашей презентации. Это, в принципе, пример интерфейса сайта Седаллиф, там любой может зарегистрироваться, пощупать, посмотреть. В данном случае это те презентации, которые пользователи сам создают, добавляют свой личный кабинет уже с каким-то измененным контентом. Здесь идет у нас по сути презентация, кнопки управления под каждой иконкой для предпросмотра. То есть, по сути, все эти инструменты, которые нужны для похода на этом свойства, посмотреть его скриншот, посмотреть его логи, что может потребоваться при возникновении каких-то нештатных ситуаций. В данном случае это у нас пример, как выглядит окно для изменения контента в готовом макете. Возможно, загрузить макеты в личном кабине через СПО ImageFly. Демо-версия позволяет это сделать без каких-то ограничений. То есть, человек может один раз установить СПО, поставить и сделать несколько макетов и потом бесконечно неограниченно им пользоваться через сервис DAWLift.com. В левой части экрана у нас те блоки контента, именно контента, то есть, те текстовые блоки с изображениями, блоки с формами изображения, которые мы можем уже кликнуть и изменить индивидуально. В данном случае макет он формируется именно блоками и через экранный редактор по сути человек в режиме то, что я вижу, то, что я делаю, то, что я вижу, он редактирует изменения без какого-то необходимости програнировать, забивать какие-то конкретные числа. Можно все это сделать просто немножко. Здесь, возможно, я надеюсь, что всем видно, это просто решение в левой части интересный функционал это решение для оперативного оповещения. мы можем задать презентацию на стройке и провязать в группе оповещения экстренного, которое будет находиться на экране до того, как его вручную берут, и каких-то оповещений в минутах, в нескольких, десятках минут и отобразить. То есть, одной кнопкой буквально перенести на группу экранов и появится какой-то другой контент, другой макет, который позволит оперативно, скажем, оповестить, если какое-то открывается, начинается мероприятие, или всех приглашают пройти в какой-то зал. Опять же, просто такая удобная функция. Шорт с устройства, то есть мы можем в реальном времени посмотреть, а что реально плеер отображает и позволяет диагностировать, все ли хорошо с плеером на конечной точке отображения. Здесь пример компоновки информационной зоны, то есть, как мы можем скомпоновать, будет наиболее интересным для конечных заказчиков, которые, я надеюсь, нас сейчас смотрят. Просто, что можно отобразить, если позволяет диагональ экрана 5 дюймов и выше и разрешение 4К, то есть, это позволяет унести достаточное количество информации и это сделает в принципе интересной ее. То есть, в правой части у нас, к примеру, область с информером погоды, которая взята с сайта, с интернет-сайта. Опять же, маленький момент уточнения, что если даже у нас локальная версия плеера, он может получать при наличии с полом интернет данные из каких-то веб-ресурсов. То есть, локальность версии определяется топ-совым управлением контентом. Добавление флеш-анимаций, каких-то логотипов, картинок, прокручиваемого текста, бегущих сток, то есть, все это возможно. Возможно добавлять с ленту, возможно добавлять RSS-ленту, не создавая вручную через интерфейс, создание, просто добавление текста, заголовка, можно добавлять изображение, экспортируемое с какого-то другого сайта, просто в ланте пилинку. В принципе, мы неограничны. То есть, можно добавлять окно с IPTV, демонстрации камеры, скажем, у нас в холле школы идет трансляция матча учащихся соседней школы какого-то соревнования, то есть, мы можем транслировать в реальном времени какие-то события со звуком. Это просто такой пример, который позволяет, как можно сделать это интересно. То есть, не просто там какие-то унывые слайдшоу, какие-то картинки, как иногда ограничиваются люди, а здесь наличие удобных инструментов позволяет принять за то же самое время, но сделать все гораздо интереснее и питательнее для конечного зрителя. На данном слайде мы можем увидеть небольшой пример того, что можно отобразить на экране, на средстве отображения, то есть, какую-то там социально значимую пропаганду, информационную, какие-то события в праздниках, информация для продвижения честных случаев. То есть, это все можно комбинировать, а если у нас используется сенсорная панель, опять же, человек может выбирать, а что он хочет увидеть. То есть, делать несколько картинных баннеров, прозрачные сенсорные кнопки, которые накладываются на макет, они позволяют переключать на другую страницу и, собственно, изучить что-то инвайд. Какие дополнительные оборудования мы предлагаем для дополнения P-RFC DAW? Это решение от компании B-TEC. Это, в первую очередь, профессиональное решение для монтажа любого ИВ-оборудования. Позволяет очень удобно и быстро закрепить мониторы видеостены, какие-то нестандартные конструкции, которые очень часто используются в сфере Digital Signage. Это крепление из серии System X позволяет создать гибкую конфигурацию по сути, как конструктор набрать и закрепить профессиональные средиодные панели или обычные традиционные экраны в любой конфигурации под потолком, на стены, под любым наклоном. И это просто позволяет, опять же, упростить монтаж. И если вас заинтересовало эти решения, вы можете всегда обратиться к нам, если вам требуется комплексная поставка всех необходимых аксессуаров для создания информационной зоны. появился один вопрос в чате, есть ли ограничения по максимальному количеству медиаконтента в одном шаблоне по их содержательному наполнению, например, одновременно только один поток, одно слайдшоу, бегущая строка. Нет ограничений, то есть сколько у нас вылазит блоков логических, столько мы добавляем, то есть это текст, картинки. Есть ограничения на добавление количества презентаций, и есть одно ограничение на тему, что, если у нас идет слайдшоу из картинок, то нет решения для того, чтобы добавить туда видеоролик. То есть это логичнее здесь либо презентацию сконвертировать в видео, либо смешать при видеомонтаже слайдшоу из картинок с видеороликом. То есть это, пожалуй, единственное ограничение, которое пока есть, и на него производители, естественно, работают для того, чтобы сделать комбинацию различных форматов удобнее. Где, в принципе, мы уже применили, успешно применили наше решение. Это вот Академия Следственного комитета Российской Федерации. Здесь на экране сейчас у нас скриншот уже, по сути, экрана с меню, которое, как выглядит редактор для человека, который создает макет. Он видит, по сути, на самом экране дробно то, что он увидит потом на средстве отображения. И здесь он просто добавляет блоки, здесь перечень блоков и управляющий меню программы Мэшфлайер для редактирования макетов. Здесь в данном случае добавлено PDF-файл, в котором уже какие-то новости для рассылки используются, и они одновременно используются на плеере. То есть программа просто листает страниц с заданным интервалом и, по сути, уже готовое оформление, человек, а не надо делать 10 раз один и тот же контент. Также мы успешно внедрили в администрации Гачинского района плеер информационную зону на базе плеера Pika MK2. По сути, достаточно простое решение, которое уже работает и оно использовано для просто оперативного информирования каких-то событий, происходящих в администрации, в часах работы служащих, дни их приема. То есть в этом плане опять же это получилось достаточно быстро и эффективно. И не потребовалось какой-то дополнительный человек. Существующий IT-специалист с этим абсолютно справляется. Короткое обучение. мы опять же наша компания готова обучать тех, кто будет пользоваться нашим оборудованием и давать советы. Мы помогаем также с каким-то быстрым стартом в создании первого макета, который мы сразу сможем отобразить после установки. Опять же мы можем провести все необходимые консентрации по монтажу, по сопутствующим оборудованию, интерактивной панели, мониторы, проекторы и крепления BITEC для того, чтобы ваш информационный был быстро, надежно и долго. То есть это было качественное решение в итоге. Маленький такой опрос под конец. Мы уже завершаем наш вебинар. Сейчас у нас появится на экране большой вопрос, который в принципе просто вам интересен, насколько действительно решения всегда подходят под ваши задачи. Вопрос уже на экране. В сфере для создания информационных зон, в сфере диджет-усамищ, есть ли уже какой-то у вас возможно продукт, какая-то задача, какой-то клиент, которому нужно было именно простое, но при этом функциональное решение, который не хочет заморачиваться с десятками настроек для добавления аудиофайлов в презентацию, он хочет просто перетащить mp3-файл и уже чтобы музыка играла. То есть просто упростить именно пользование и конечно администрирование информационной зоны. Подходит ли по вашему мнению всегда для каких-то уже существующих задач. И для всех наших потенциальных клиентов, партнеров, интеграторов, дилеров мы предлагаем эксклюзивные условия работы для тех трех первых зрителей нашего вебинара, которые отправят заявки на сотрудничество через электронную почту или через наш сайт. Обращайтесь по телефону для получения дополнительной информации. То есть это предложение действует только сегодня. Спасибо, дорогие друзья, за участие в вебинаре. Если у вас какие-то вопросы, прошу их сейчас в чате для того, чтобы у нас еще буквально есть пара минут, чтобы ответить на ваши вопросы. Опять же, если у вас какие-то необходимости какой-то консультации и вам возможно нужно провести демонстрацию оборудования, вы всегда можете обратиться в нашу компанию. Мы предоставляем оборудование для тестирования, предоставляем возможности обучения дистанционного. Опять же, наша компания оказывает все необходимую поддержку, предоставление технической документации, вся эта информация, которая зачастую бывает нужна тем партнерам, которые работают с коммерческими и, в общем, с государственными заказчиками. Большое спасибо. В принципе, на этом вебинаре я думаю, что у нас уже закончен. Всем хорошего дня и я надеюсь, что мы с вами сможем посотрудничать и у нас будет продуктивное взаимодействие и мы предоставим вам абсолютно оптимальное решение для вашей подачи. Еще пока три секунды, человек успел задать вопрос, можете транслировать контент из соцсетей. Для этого потребуется дополнительная разработка дополнительного блока именно начальника какой конкретной соцсети. В принципе, возможно разработка будет кастомный модуль, который по запросу, по заказу, специально заказу его можно разработать. Опять же, скорее всего, имеется в виду Twitter, Instagram. Это все возможно. Опять же, зависит от того, какой алгоритм взаимодействия нужен, как мы хотим это все захватывать. Все, на этом я думаю, что мы заканчиваем. Спасибо всем, всем до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.